Вот мы и на месте, Сократ, давайте с ним общаться. Славная лошадь, Сократ. Очень славная, здоровая, а еще краденая. Мне придется сообщить страже, Сократ, ведь это долг гражданина, так? О, отлично! Но ты уверен, что не поторопился с выводом? Это шутка. Вопрос вот в чем. Есть ли в шутке доля правды, и изменишь ли ты мнение, услышав историю целиком? Что за история? Человек, который украл эту лошадь, здесь, неподалеку. Я еще думаю, как следует поступить, но хотел бы узнать твое мнение. И как мне принять решение? Ты волен решать сам, но сначала поговори с вором. Можно ли простить преступника? Занимательный вопрос. И где сейчас вор? Ждет у конюшни к юго-западу отсюда. Ты видел, как он крадет лошадь? Что мешает ему сбежать? Надежда оставить ее себе. Дело за тобой. Он все расскажет. Ну, пошли. Опять же, Сократ какие-то странные задания подкидывает всегда. Но, черт с ним. Тут есть еще одно где-то рядом задание. Мы его тоже заберем и выполним. Сейчас я посмотрю, на карте оно есть еще или уже нету. Да, есть, вот. Невольный проводник. Алкивиад. Вот, Алкивиад. Я никак не мог вспомнить его имя. Так. Ну, в принципе, давайте. Сто метров. И мы будем на месте спросим, зачем он украл лошадь, можно ли его оправдать и все такое. Хотя, на самом деле, оправдать-то можно. Потому что есть много причин, по которым, скажем так, такие действия могут быть оправданы. Но вопрос в том, надо ли оправдывать. Вот, смотрите, все просто. Надеюсь, меня никто не заветит. Вы издеваетесь, что ли? Зачем нам лучше? Все ноль не отберут. Нет, нет ничего лучше. По крайней мере. То есть, он... То есть, вор сидит связанный, как минимум. Ну, давайте попробуем Блин. Почему ты туда залезть не можешь? Ладно, а если вот так? Ну, просто очень большое количество желающих вкусить. Так, а что мне нужно? Догнать его? Преследуйте конокрада. Ладно. Преследуй. Мне его поймать надо или мне просто преследовать? Я не знаю. Пока, напросто, просто преследуйте его конокрада. Преследуем конокрада. Это ты украл лошадь. Сократ послал меня к тебе. Сперва поймали, теперь еще и мистий? Поверь, я лучше, чем афинский стражник. Что-нибудь скажешь? Хозяин лошади не расстроится. У него их полно, а моя сдохла на той неделе. Были бы у меня деньги, я бы купил, конечно. Оставишь лошадь себе или продашь? Я должен кормить семью, и лошадь пригодится в хозяйстве. К тому же без нее далеко не уедешь. Другого выхода нет? Увы, я в тупике. Поверь, я стыжусь этой краже. Почему ты выбрал именно эту лошадь? Ее было легче украсть. Других причин нету. Ну, и я не хотел брать лучшую. Благородный вор? Я украл не просто так. У меня не было выбора. Я узнал достаточно, чтобы сделать выбор. Прошу, не суди строго. Ради семьи ты поступил бы так же. Почти с него. И вот, опять же, одна из причин, почему можно считать его не то, чтобы... Люди, которые воруют, чтобы прожить и не сдохнуть, просто не сдохнуть. Я могу их понять, зачем они это делают. Но, с другой стороны, люди, которые могут прожить, но при этом работать и не сдохнуть, они такие... Не-не-не, я лучше пойду воровать. Таких, да. Там не важно, воровал ты, чтобы прокормить семью, что ты делал. Нет. Ты воровал, потому что это легче, чем пойти поработать. Это немного другие вещи. Ты решил, что должен сделать? Если вору лошадь нужнее, пусть оставят ее себе. Это справедливо. Ты полагаешь, что преступника можно наказать или наградить в зависимости от обстоятельств? Весьма занятно, но такой ход мыслей может быть опасен. Интересно, мое решение вообще что-то значит? Или ты просто проверял, как я поступлю? Возможно, и то, и другое, а возможно, ни то, ни другое. Ты нарочно путаешь меня. Ответь на один вопрос. Если человек убивает другого, чтобы спасти многих, это справедливо? Или его нужно покарать? Если намерения были благие, значит, он прав. Значит, в такие времена суд вершат люди вроде нас. Многие скажут, что убийца должен быть наказан. Те, кого он спас, не согласятся с этим. Тогда решения, которые направлены на благо людей, правильны. Согласен? Может, хватит? Нет времени болтать. Само собой, это непозволительная роскошь. А те, у кого есть время, нередко страдают от недостатка ума. Да-да. На самом деле, в принципе, не столь важно, за что, кто и почему. Чаще всего решают люди, которые даже не задумываются об этом. Поэтому без разницы. Как ты сделал и для чего ты сделал, тебя в любом случае накажут. А с учетом нашего общества, с учетом того, что в большинстве случаев решают связи и коррупция, то, в принципе, не важно, что ты сделал, как ты сделал и когда ты сделал, если у тебя есть возможность откупиться. Ну, это хорошо видно практически по любому государству. Кроме отдельных, так сказать, отдельно взятых государств, где это реально не работает. Но таких очень мало. И там, опять же, тоже есть свои принципы, тоже есть свои приколы. То, что у нас, допустим, можно въехать в остановку, сбить человека и при этом все зашибись, ты ни в чем не виноват, все хорошо. Потому что ты сын какого-то городского прокурора, еще какой-то там урод или просто богатый. То это все нормально. Тебя отмажут. Скажут, что остановка объехала на тебя. Все. Алкивиад, я смотрю, тебе весело. Хвала богам! Они увидели, как я красив и прислали мне достойную пару. Ты пьян, хуже, чем обычно. Ну, прости меня. Ночью я люблю дойти до состояния, когда приятно общаться с зеркалом. Ты в настроении? Хорошо погулял? Других не бывает. Но есть одна проблема. Одному важному политику надо вернуться домой, но видят боги и я ему не поводы. Я помогу ему добраться. Давай, да. Дело пустяковое, но может тебе придется его нести. Счастливчик. Может, оставишь его тут? Можно, но политиков у тебя дома лучше не оставлять. Это мое правило. У тебя есть правило? Ну, эти политики, они слишком болтливые. Я долго не выдерживаю. Но ради тебя я могу нарушить все правила. А что он такого важного сделал? Ну, он что-то сделал для народа, наверное, боги, не знаю. Ты еще спроси, что я ел десять дней назад. А часто ты гуляешь? По мере возможности. Как ты это делаешь? Главная практика. Чем чаще я пью, тем легче мне потом перепить всех за столом. Ты хочешь получить преимущество? Над друзьями? Как можно? И вообще, давай сменим тему. попробую довести его до дома, пока он в сознании. Чудесно! Так, давайте. Ну, вперед! довезем до дома. Тут наверняка есть охрана. Наверняка. Мир крутится и качается. Боже, заткнись. Так, двести метров. Вроде должны успеть нормально все было. Еду. Что непонятного? Я тут еду. Зачем мы сюда идем? да, не идем, мы едем. Все нормально, сиди спокойно. Дурацкое задание. Мы точно не заблудились. Незнакомые места. Зачем мы сюда пришли? Не знаю. Он и правда тут живет? Нет. Не спеши. че? Тихо. 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 я не беру яд, еще. Огонь, яд. Ты знаешь, почему тебя пытались убить? Я же политик. Поводов много. Спасибо, наверное. Пожалуйста. Невольный проводник выполнен. Чего тут происходит? 36 уровень. Неплохо. Давайте посмотрим по карте, что у нас тут по заданиям. У нас тут появилось как камень Алкивиад. Ага, блин. И тут Сократа, да? Да, ценность жизни Сократа. Ммм, блин. Я не очень хочу выполнять их задания, потому что они странные. Не задания странные, а эти двое странные. Так, у нас 36 уровень, мы можем что-то прокачать. Тут все, тут все, тут все. Тут все, тут. Кстати, да, можно использовать пинок. Пинок было бы неплохо на самом деле даже прокачать. Прошу прощения. Способность, использовать легендарный удар ногой, который отбрасывает противника назад наносит 160% урона воина, а будет наносить 200% урона воина. Можем взять на самом деле. Что у нас тут? Мощность выпускаем стрелу, которая на 350% урона охотника удваивается при полном усилении. Мощность стихии при использовании горящих отравленных стрел повышает на 100%. И вот это неплохо. И вот это неплохо. Ладно, давайте вот это выберем все-таки. И все, мы уже не можем ло... И тут следующее уже будем качать это. так, заодно сейчас посмотрим, можем ли мы продать. Что-то под подглючивает немного. Так, у меня тут дорогая ценность, которую я не продаю. пара вещей, которые я хочу продать, потому что нахрен не нужны. Шлем ареса жалко, ну ладно, давайте продадим. Улучшить я могу этот улучшить? Могу? Нет, не могу. 7000 надо. Это я не могу улучшить. Точнее, могу, но нахрен мне надо улучшать. Гравировка. Что я тут могу добавить? Приручение зверей мне нафиг не надо, а вот урон от мечей давайте добавим. Плюс 12% урона от мечей. Шикарно. Так, а еще давайте-ка добавим. Тут знаете что? Спартанский солдат. Нет, урон убийцы. Нет, нет, нет. Крит, урон спартанским солдатам, урон огня, урон попадания в голову. Давайте урон огня. так, тут плюс 10, плюс 15, плюс 8 к здоровью. Тут убийцы. 15 мощный. Давайте здоровья тоже. Накидаем сейчас здоровья немного. До скорого. теперь у нас здоровья побольше будет. Мы не так часто будем получать трендулей. Так, что я хотел? Я не знаю, я не очень хочу выполнять вот эти вот два задания. Шли они в жопу, потому что они мне не нравятся. Нам нужно на этот остров. Тут у нас задание следующее про пиратов. Мы пойдем, мы будем открывать эту территорию сейчас. Плюс тут должно быть что-то еще интересное на этом острове. Это же остров Кеос должен быть по идее. На Кеосе у меня есть задание, поэтому давайте. Так, и в принципе после выполнения этого сюжетного задания можно будет выполнить два задания, которые остались. Дельца я там завалил конечно уже давно, причем не дельца, боже, кого-то другого. Но я там завалил кого-то уже давно. Так, мне нужно еще троих культистов убить, чтобы собрать новый уровень, взять копья. У меня сейчас он третий или четвертый. Блин, не могу вспомнить, какой у меня уровень копья. Четвертый, а я докачаю его до пятого, как раз это будет шикарно на самом деле. Так, у нас где-то тут точка обзора есть. 100 метров. И я ее не вижу. уходи. Это я и ухожу. А, вот она. Странная точка обзора, она же даже не выше, чем нужно. Ладно. хорошо. И кар улучшил навыки восприятия. И еще одну точку обзора я вижу, я тоже ее хочу открыть. Что еще мы такое сделали? мы в принципе насобирали неплохо. Кстати, сейчас кое-что посмотрю. Сколько у меня их? 24 еще нужно найти, чтобы улучшить до третьего уровня. я пока открыл. Ну, окей, тут логично. Но у меня тут еще есть точки обзора, которые я не открыл, я хочу их открыть. Хотя бы по минимуму какие-то. Ну, плюс мы уже 30. Я не вижу тут солдат. Одни пираты. Похоже, они правят острова. Похоже. Я не понял, зачем он туда полез, я его не просил об этом. Так, почти наверху. Скоро точка обзора. Где-то тут, вот она. Точку обзора откроем, будет нам счастье. шикарно. Шикарно. Так, где-то тут рядом задание было. Где оно делось? на, сюда. Ну, пошли пообщаемся. Прошу пощады. Так, значит, пощады? на тех, кто смеет торговать здесь невольниками, мы ставим метки рабов. Отправляем ватику и самих продаем в рабство. Увести его отсюда. Я думал, вы работорговцы. А ты кто? Я Алексиус. Ну, Алексиус, нас также считают убийцами. Есть у меня причины не прикончить тебя на месте? Говорят, ты торгуешь сведениями. И ими в том числе, да. Я ищу кое-кого. Почему я должна доверять тому, кто пробрался сюда тайком? Я искал встречи лицом к лицу. Твои пираты вряд ли позволили бы мне это сделать. Говори. Я ищу женщину. Она когда-то покинула Спарту. Этого мало, Алексиус. У нее на руке родинки в форме созвездия Орла. Вот это уже интереснее. И кто же эта женщина? Это не имеет значения. Возможно. Аспасия направила меня к тебе. Аспасия? Причем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но за достойную плату. Сколько попросишь? Ты явно не обеднеешь. вы издеваетесь? У меня нет 15 тысяч. под моей защитой город и его жители. Я не хочу пирать. Ты знаешь её имя? И не только. Достать деньги будет неп... У тебя есть корабль и люди. Ты легко найдёшь работу на Корисии. И, кстати... Ты позволишь грабить на твоём острове? Не все местные жалуют пиратов. Один из них весьма богат. Если спокойно. Пока ты... Доверишься пирату, всё равно отдашь ему денег. Окей. Раз нужны деньги, придётся искать себе работу. Так, честно, я не уверен, что сделать. Я не уверен, какие задания я хочу выполнять, какие нет. Тут у нас что? Полный драк... Хотел украсть запасы золота из крепости. Это должно было связано ослабить правителя. Хорошо, тут что? Под пиратским флагом. Острова пиратов рекомендуется 34-й. Мы не воры. Ну окей. Идём на точку обзора. Начнём с того, которое я выбрал дальше всех. А потом будет видно на самом деле. Тут есть ещё задания, которые... Три штуки. Поэтому пока будем выполнять понемногу. Так, а сколько у меня вообще денег? Можно мне сказать, пожалуйста? У меня 3000. Почти 4. Мне нужно ещё 11 тысяч. Даже чуть-чуть больше 11 тысяч. 11 200. Сами понимаете, это ни хрена не мало. Ну у меня было 12 тысяч, конечно. Но... Твою мать, ты издеваешься серьёзно, Алексиус. Серьёзно? Всё. Синхронизируемся. Синхронизируемся. Шикарно. Как он на доске не лупанул себя? Не понимаю. Так, стоп. Тут есть ещё где-то я видел точку обзора? Или мне показалось? Не, мне показалось. Всё нормально. Ладно, идём грабить сундук. Да, идём грабить сундук. А потом будет видно. Так. В принципе... В принципе... Я не против ограбить их. Хрен с ними. Не то, чтобы меня вообще должна мучить совесть. Но я так понимаю, мне придётся выполнить все четыре задания, чтобы получить как можно больше денег. В принципе, деньги не помешают. Даже если я их не заплачу Ксении за информацию, я оставлю их себе. И смогу улучшить тот же корабль, допустим. Тоже неплохо. И корабль неплохо улучшить. И... Нефиг было тут ходить. Крепость. Хорошо. В этой крепости и находится сундук. Интересно. Похоже, Ксения правит не всем островом. Давайте посмотрим, что у нас тут интересного. Кто у нас тут есть. А, тут ещё и предводитель. Окей. Будем знать. Тут какая-то билиберда ещё есть. Окей. В принципе... Тут до хрена народу. Я знаю, откуда лучше начинать. Идём сюда. Вот так понемногу будем их вырезать, наверное. Тут всё дело в том, что тут и правитель сидит. Что, в принципе, не очень хорошо. Ну, не то чтобы плохо, но... Правитель — это всегда человек, который мешает. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так. Остается вот тот, вот тот. А, это не солдат. Хорошо. Но вон тот солдат. Это плохо. Собираем. Это мы подбирать не будем. Хорошо. 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 Подбираем. Выбрасываем. Складываемся. Идем к этому чуваку. Он сейчас придет сюда. Хорошо. В принципе, уже неплохо. Немножко проредили их ряды. Так. Двинем дальше. Даже так. Окей. Только это тупой вход. Зачем? Тут больше всего народу как раз и сидит. Это что за логика такая? Залезть в самый клубок змей. Если я его убью. Блин. Если я на него нападу. Я спугну сразу людей. Нет. Не вариант. Не вариант отсюда идти. Пойдем с другой стороны. С другой стороны тоже не очень удобно. Но вообще можно было бы подняться и пойти пешком. То есть не на приседе вот это вот ходить. А в обычном. Вот так. Это по крайней мере быстрее. Так. У нас осталось вот тут двое спят. Один бодрствует. Бодрствует капитан. К сожалению. А нет. Все нормально. Я думал этот капитан будет поздоровее. Но нет. Он так себе. Не самый капитанистый капитан. А я могу туда? Серьезно? В принципе было весело. Забрал. Доспех ассасина. Пафосная вещь. Так. Припасы я сжег. А че он меня заметил что ли? Он меня типа заметил. Тихо. Да-да-да. Найдите меня. Пускай меня пока ищут. Пока меня ищут мы можем немножко обойти с другой стороны. Надеюсь что какой-то придурок еще и поднимется тревогу поднять. Ё-моё тут прям этот лазят со своими людьми. Это плохо. Так вот тут он лазит. Я не очень хочу сейчас с ним сталкиваться с этим дебилом. Я не знаю куда они пойдут просто. Если они пойдут туда куда я думаю то это плохо. Пока что это плохо. Все плохо. Да твою мать эти придурки идут ко мне. Типа какого хрена? Идите к себе. Вот уходят. Нет, остановились. Идите дальше. Тебе не жить! Давай за мной. Хорошо. Собрали. Этот спид. Хорошо. Валим отсюда. Осталось в принципе не так много ребят. Которых нужно убить. Освободить двоих. Раз, два, три. Этих поубивать. Тут основная проблема на самом деле остается в том, что нужно убить тех, кого не то чтобы легко убить. Мне нужно просто чтобы он сюда подошел куда-то. чтобы его не было видно. Хорошо. Этого придурка видят вот те двое. Вот те двое мешают тоже. Ну ладно. Ну допустим я могу убить их тоже. Просто бросками. Давай иди сюда. Хотел бы я слушать звезд. Купил бы птицу. Че что не купил птицу. Хорошо. Нет, на этого не действует свист. А, этот придурок зовет всех. Ладно. Валим, валим, валим. Мне просто не хватало еще этого придурка себе заманить. Я не знал, что он зовет всех. Ладно. Моя вина. Моя вина. Я думал он один пойдет тоже проверять. Но нет. О них видно. Массовая повинность. Типа по одному не ходят. Ну один, один у них ушел сейчас. Да, но. Я даже не знаю, как это считать. То, что этот один отошел. Это типа счастливая случайность. Валим, валим, валим. Сейчас он сдохнет. Я не собираюсь. Вечно я бегать не собираюсь. Я сейчас только свалю. И этого мне хватит. Ну тому лапте. Он пойдет сейчас зажигать, а там ловушка стоит. Или это не на том стоит. Не, один же вроде был. Да. Предводитель уязвим. Шикарно. Ну теперь просто все, кто у него есть, они слабее, чем были до этого. Осталось не то, чтобы много. Освободить двух пленных можно. Да, пускай бегут себе. Бегут себе. А я могу? В смысле? Он типа... Пока он залазил наверх, я бросил копье. И пока он залазил, копье пропало. Класс. Забираем. Я думаю, забить еще и военачальника на самом деле. Класс. Все. Все, мы завалили его, надо валить отсюда. Мне нужно свалить, потому что на меня уже ведут так вот двое. Нет, спасибо. А давайте-ка вот так. И... Блин, 1700. До хрена очень. Но это лучше, чем сейчас сдохнуть, потому что я бы его не победил просто-напросто. Видите, у него красный череп, это значит, что он слишком высокого уровня для меня. Так. Ну, у меня 7000. Полторы, почти две. 47-го он. Это что за хрень? Мне осталось выполнить три задания, и я подозреваю, что я бы получил как раз эти 15000, которые мне и нужны, чтобы заплатить ей. Ну, в принципе, давайте мы их будем выполнять, а потом уже смотреть дальше по ситуации.